Друзья, всем привет! Меня зовут Андрей Нутиков и сегодня я хочу вам рассказать про бизнес, который подходит для предпринимателей, не имеющих опыта в продажах, ну или другими словами для новичков. Бизнес по продаже искусственных елок. И для начала я хотел бы вам показать 5 основных причин, почему же стоит заняться этим бизнесом. Друзья, прежде чем вы начнете просмотр данного видео, я вас очень прошу, подпишитесь на мой канал, поставьте лайк и обязательно пишите в комментариях свои вопросы или может быть какие-то предложения, если у вас что-то есть. Это очень важно для развития моего канала и для моего будущего контента. Первое. Елки это очень востребованный товар в сезон. И если говорить о пушистых искусственных соснах, то этот товар имеет вау-эффект, благодаря которому продажа становится еще выше. Кстати, именно про эти самые искусственные сосны сегодня я и буду говорить в этом видео. Второе. Искусственные елки не требуют специализированных условий хранения. То есть, они не вянут, их не нужно поливать, они удобны в хранении, не воняют. То есть, хранятся они в такой небольшой компактной коробочке, которую можно уместить даже у себя дома, ну например, храня на балконе. Третье. Елки не имеют обязательств в сертификации. Поэтому, когда нам звонит какой-то человек, например, дедулька, такие бывают, сразу говорю, не часто, один человек на стол, там может два человека на стол, которые звонят и хотят получить сертификат на товар. Ну или зачастую это бывает мамаша, которая беспокоит из-за своего ребенка. Вы можете твердо сказать человеку, что сертификаты на этот товар не нужны. Ну если, конечно, человек там все равно упертый, вы это можете просто на него забить. Но сертификаты нам нужны не только для этого. Сертификаты часто пригождаются, например, в рекламных инструментах, таких как Яндекс Директ. То есть, вы проходите модерацию и вас стопорят, и вы не понимаете, почему модерация не проходит. И когда вы уточняете у модератора, он вам говорит, предоставьте сертификат на продукцию. Вот в данном случае с искусственными елками таких проблем не будет. И это очень огромный плюс. Четвертое. Конкуренция распределяется по районам, что говорит о том, что конкуренты не будут друг другом толкаться. Ну, конечно, так не всегда бывает, но зачастую в больших городах есть определенные районы, округа и конкуренты встают на них и продают товар. Если маленький город, то, по моим наблюдениям, в маленьких городах продажи счет идут лучше, чем больших. Ну, вследствие того, что конкуренции меньше. И плюс в маленьких городах очень хорошо работает сарафан на радио. В маленьком городе мы, как правило, не охватываем районы. Мы берем весь город. Особенно, если там от начала города до конца проехать 30 минут, то вообще без проблем. Отдаем весь товар курьеру и курьер там в течение дня с легкостью этот товар развозят и распродает. Пятое. Данный товар имеет большое количество поставщиков. Так как продажи искусственных елочек существует уже довольно-таки давно. Ну, как на моей памяти, это 5-6 лет. Следовательно, за это время сформировалось большое количество поставщиков, имеющих различного рода качества товара. И, естественно, ценники разнятся. Но, как правило, ценники примерно рядом. Но, я вам сразу хочу сказать, когда будете заказывать товар, не тратьте на это уйму времени. Не тратьте уйму времени на поиск поставщика. Не ищите товар на 10 рублей подешевле. Лучше сядьте за один вечер, определитесь с поставщиком и побыстрее закажите товар. Чем раньше вы начнете продавать, тем больше вы заработаете. Время всегда дороже денег. Запомните. Также я хочу добавить, что продажа новогодних елочек искусственных перед Новым годом всегда имеет большую мотивацию. Ну, вы сами знаете, да, что перед Новым годом мы хотим успеть все. А тем более, если мы продаем искусственные елки, и вы знаете, что последний день, когда их можно продать, да, это 31 декабря. В принципе, да, и у вас еще дедлайн идет в том, что 1 января вам нужны будут хорошие деньги, и вы не хотите, чтобы у вас был товар, вам нужно хорошее настроение. Поэтому за счет своего желания и, скажем так, от безысходности, вы сделаете огромные продажи. Это очень огромный плюс. Как найти поставщика товаров? Ну, во-первых, я рекомендую начать поиск поставщиков товаров именно со своего города. Берете, находите время, чем это будет быстрее, тем лучше, и едете по самым крупным рынкам и торговым центрам своего города. Смотрите, что продают, видите, что стоит, например, какой-то человек с искусственными елочками, желательно, чтобы это был китаец. Говорю по самому опыту, потому что, когда мы с моим партнером продавали по городу Томску, именно в городе Томске мы на одним из крупных рынков нашли поставщика елок. Это был китаец. Он нам давал этот товар по 5 штук, по 10, мог по 3 дать, по 2 за счет того, что уже с нами работал. И вот, когда вы найдете поставщика, вы можете с ним также договариваться, там, минимум от 5 штук у него брать. Единственный минус продажи товара, вернее, покупка товара у поставщика, находящегося в твоем городе, это то, что у него цена будет чуть выше, чем брать, например, напрямую из Москвы. Но, тем не менее, есть огромный плюс в том, что вы не замораживаете большое количество денег и берете товар по чуть-чуть. То есть, оборотка у вас успевает прокручиться, и если вы полный новичок, для вас это просто идеальный вариант. Вторым вариантом я бы предложил, если вдруг не получается найти в своем городе, поискать в близлежащих городах. То есть, когда мы жили в Новосибирске, ой, господи, в Томске, мы заказывали с Новосибирска и с Кемерово. Близлежащие города, до которых ехать 4 часа, и буквально за день нам товар поступал. Единственное, что цена чуть-чуть подешевле, чем брать в своем городе, но все же подороже, чем, например, с Москвы. И вот как раз третий вариант, который я бы предложил, это найти поставщика с Москвы. Это в том случае, если не удалось найти поставщика в своем городе, или в своем городе оказывается слишком дорого, или качество вас не устраивает, то ищем поставщика в Москве. В Москве много есть поставщиков, нужно найти проверенного. Кстати, компания Оптимус, это моя компания, мы занимаемся оптовой продажей елочек уже года 3, это минимум. А розничные уже более 5 лет. Поэтому можете смело заказывать елочки у нас. Пример елки вот у меня рядом. Вот такие елки пушистые мы продаем. Поэтому берем, заказываем у нас, ну или у другого поставщика. Опять же говорю, не тратим на это уйму времени и делаем продажи и зарабатываем деньги. Минус заказа товара из Москвы, то что это время, это самое главное. Да, вы сэкономите, вы, возможно, купите лучше качество, чем у себя в городе, но это время. Например, когда я жил в Томске, примерно срок поставки не в сезон, ну то есть где-то, грубо говоря, в октябре месяце, был 3-4 дня, да, с Москвы. В сезон, уже в декабре, минимум неделю мы ждали товар. То есть, представляете, заканчивается товар, у тебя идут заказы, день, ну по 10, по 15 штук елок продавали по своему городу. И я заказываю товар с Москвы, мне просто говорят неделя. Офигеть, это просто очень долго, поэтому здесь нужно либо сразу заказывать большое количество елок, либо делать это систематически, чтобы успел у Ати чтобы успевать пополнять свои склады. Это очень важно. Для всех тех, кто все-таки надумал заниматься бизнесом по продаже искусственных елочек, смотрим под этим видео в описании. Есть ссылка на наш сайт оптовый, есть ссылка на прайс-лист оптовый на искусственные елочки. Смотрим, выбираем и заказываем. И главное, не думаем месяц. Делаем все это быстро. Также не забываем про сопутствующие товары, такие как гирлянды, шарики, мишура, дождь, снег под елку. Все это отлично до продается с товаром, вернее с елкой. Но здесь важно, чтобы у вас был офис, шоу-рум или какой-либо магазин, чтобы вы могли представить этот товар. Потому что такой товар, как мишура, снежок там под елку, дождик, это все люди должны пощупать и увидеть. В интернете выставить этот товар и продавать будет очень сложно, тем более апселлом, то есть по телефону разводить клиента, чтобы он это докупил. Человеку будет проще пойти в магазин чуть подороже, но купить увидевший товар вживую. Поэтому, если у вас нет, например, офиса или какого-то шоу-рума, вы можете, как к примеру, допродавать более понятные товары. Например, гирлянды вы можете допродать по 150-200 рублей, будет человеку дешевле, чем в магазине, и удобно, что он сразу привезет. Или шарики. Шарики тоже можно легко на сайте показать, и человеку необязательно их будет щупать перед покупкой. Тем более, вы работаете не по предоплате, вы привозите клиенту, и он в любой момент может отказаться, если его это не устраивает. И не забываем самое главное. В товарном бизнесе очень хорошо работают до продажи того же самого товара. Предположим, приходит к вам человек, купил вот эту елку 180 см, и вы ему говорите, сегодня специально для вас у нас акция. Берете вторую такую же елку с дополнительной скидкой в 500 рублей. 500 рублей, это я говорю, к примеру, можно сделать 300 рублей скидку, можно в процентах скидку сделать, 30% скидка, к примеру. Да, вроде бы странно, что вы теряете свою прибыль и даете человеку 500 рублей. Но это реально работает. Процентов, наверное, 30-40 клиентов реально допокупают вторую елку с дополнительной скидкой. Вам плюс, потому что вы 500 рублей делаете скидку, тем самым это то же самое, что затрата на рекламу. Но потом вам нужно делать меньше действий. То есть, чек увеличивается, чистая прибыль со сделкой увеличивается, следовательно, вы зарабатываете. И вообще, запомните, что в товарном бизнесе многие выигрывают за счет допродаж. По какой цене продавать искусственные елочки? Итак, чтобы определить правильно цену для своего товара, то есть, в данном случае, для искусственных елок, я рекомендую в первую очередь проанализировать рынок. То есть, например, если вы начинаете продавать досок объявлений, то так и делаете. Ищите на досках объявлений в своем городе объявления по продаже густаных елок, берете средний ценник и ставите его на сайт. Внимание! Не нужно делать самую низкую цену, которую вы нашли. Не нужно, тем более, демпинговать цену, то есть, делать заведомо ниже. Например, человек продает там елки 180 сантиметров, я не знаю, там по 1990, это и так низкая цена, и вы еще будете 1800 ставить. Вы испортите рынок, разозлите конкурентов и вообще нифига не заработаете в таком случае. Лучший вариант обхода конкуренции – это делать уникальное торговое предложение. То есть, какое у нас бывает предложение при продаже елок? Это подарок гирлянда, это в подарок шары, как правило, и то, и другое делают в подарок, и самый крутой и убойный УТП – это бесплатная доставка по городу. Если у вас небольшой город, да, там, как я говорил, что за час можно, там, за полчаса весь город объехать, то без проблем делаем бесплатную доставку, это будет вам выгодно. Вы за один раз отдаете курьеру, курьер задний разводит 10-15 елок, вы ему даете денежку и зарабатываете на этом без лишних издержек. Как осуществлять доставку искусственных елок? В мегаполисах можно использовать такие сервисы курьерских служб, как достависты, пешкарики, их очень много, в общем-то. Они бывают в таких крупных городах, как Москва, Санкт-Петербург, Новосибирск и так далее. Но если берем маленький город, естественно, там таких курьерских служб нет, и либо развозим сами, либо ищем человека, который будет это все вводить. Сразу говорю, что лучший вариант, что в мегаполисе, что в маленьком городе, это свой курьер, который будет брать товар и, как я говорил, в день 10-15-20, сколько у вас будет заказов, в елок развозить. Даже если в один день у вас 2-3 заказа, вы этих клиентов переводите на тот день, когда вам удобно или удобно вашему курьеру, чтобы у вас с Кобом были все заказы, и вы их могли отвезти сразу по всему городу. Но это, опять же, больше относится к малому городу. Если город большой, то, например, можно по районам распределять курьеров в разные дни. Так что я рекомендую своего курьера, это будет выгоднее, это будет проще. Своим курьером можно сделать знакомого, друга, брата, еще кого-то. Можно просто на доске объявлений найти курьера. В этом проблем никаких нет, не бойтесь делегировать. Как продавать елки? Есть два основных способа продажи искусственных елок. Это первый через интернет и второй через точки продаж. Я же вам сегодня хочу рассказать про продажи елок через интернет с использованием офиса. Ну, только потому, что это мой личный опыт и это моя рабочая связка. Есть у меня знакомые, которые продавали через точки продаж, в данном случае через торговые центры. Они ставили свои точки, делали рекламу, туда-сюда. В общем-то, в торговых центрах очень дорогая оказалась аренда вот этих самых точек. И, следовательно, все мои знакомые, которые пробовали так делать, они погорели. Ну, не погорели, конечно, кое-как вышли в ноль. То есть, вы представляете, да, вы тратите 2-3 месяца своей жизни на этот бизнес. И когда наступает Новый год, вы просто сидите, и вы понимаете, что вы просто вышли в ноль. Это просто капец. О, нау! То есть, ты потратил время. Да, ты получил опыт, это, конечно, классно. Но в любом случае, когда ты затеиваешь какое-то грандиозное событие, вот какой-то бизнес, тебе обязательно нужно заработать. Тем более, перед Новым годом, иначе ты просто потом, не знаю, с такой кислой мордой будешь ходить. В общем-то, сразу отметаем торговые центры. Я буду сегодня рассказывать про продажи через интернет с помощью офиса. Ну, то есть, чтобы была точка самовывоза. Для продажи через интернет вы можете использовать 5 основных рекламных инструментов. Первый – это доски объявлений. Доски объявлений, вот почему-то многие в них не верят и считают, что они умерли. Доски объявлений – это самый идеальный рекламный инструмент для искусственных елок и для новичков, которые хотят зайти в бизнес. Следовательно, тестируем и начинаем именно с досок объявлений. Авито, Юла – это два самых основных. Из рук в руки и так далее, и тому подобное. И самое главное, подключаем 1, 2, 3 доску объявлений своего города. В каждом, при каждом городе, даже в маленьком, всегда есть какая-то барахолка, или может быть форум, или может быть какая-то фотодоска, как у нас в городе Томске она называется, на которой можно выкладывать товар. И он успешно там подается. Да, там много неадекватных людей, многие будут просить скидку, но все же продажи там есть и можно зарабатывать неплохие деньги. И, кстати, там всегда есть возможность платно либо закреплять объявление, либо какой-то баннер делать. В общем, способов много. Тот же турбопродажа в Авито. Тут самое главное, что-то делать. Смотрите, как пишут конкуренты объявления, смотрите, как пишут люди в других городах, например, в Москве. Берите пример и используйте то же самое у себя в городе. Второй рекламный инструмент – это контекстная реклама. Конечно же, куда без нее. И самый мой любимый рекламный инструмент – это, конечно же, Яндекс.Директ. Ну, также можно рекламу Google подключить. Вот. Ну, Яндекс.Директ мне ближе. И сразу вам хочу сказать, что контекстная реклама при продаже искусственных елок перед Новым годом, она работает в большей степени с 1 декабря. То есть до этой даты людям остро елки не нужны. Они, как правило, просто присматриваются. То есть по моим подсчетам, по моей статистике, до 1 декабря лиды выходили очень дорогие. То есть от 500 до 1000 рублей. Не всегда это позволительно. Иногда это выводит в минус. Вернее, зачастую это выводит в минус, потому что не все люди покупают елки 180, там 210 сантиметров и выше. Многие маленькие себе заказывают. Когда заказывают малыша, там маржа вообще рублей 300 от силы. Поэтому здесь нужно грамотно подходить к этому. Имеет место быть тестировать уже даже с октября месяца эту рекламу контекстную. Но я говорю, самый лучший результат это с 1 декабря. Но только не слушайте меня и до 1 декабря вообще ничего не делайте. Попробуйте запустить хотя бы в ноябре месяце. Может быть в вашем городе иная ситуация. Третье. Социальные сети. Конечно же, куда без социальных сетей. Это, скажем так, почти абсолютно бесплатный канал продаж. Конечно, со временем его все сложнее и сложнее раскручивать. Очень много гаек они закручивают, особенно ВКонтакте. Инстаграм еще хоть как-то можно. Ну, в общем-то, это имеет место быть. Иногда даже социальные сети не то чтобы продажи вам делают, а они дают индекс доверия для вашего клиента. То есть человек заходит на ваш сайт, он увидел, что у вас есть там ВКонтакте, Инстаграм, Ютуб. У него сразу идет очень сильное доверие к вам, потому что вы ведете свой бизнес через соцсети. И тем более, если вы там где-то в группе ВКонтакте поставите администратором именно себя, человек сможет зайти и увидеть, что вы живой человек, у вас больше шансов, что купят товар. Поверьте моему опыту и обязательно этим пользуйтесь. Четвертое. Купонаторы. Сайтов купонаторов существует огромное множество. Самое, наверное, популярное это Беглеон. И в каждом-каждом регионе есть свой купонатор, который работает куда даже лучше, чем Беглеон. Поэтому обратите на это внимание. Единственное, что нужно понимать, что через купонаторы у нас меньше идет маржа, абсолютно другая целевая аудитория. И, наверное, желательно иметь какую-то точку самовывоза. Это магазин, либо шоурум, либо офис. Можно, в принципе, и из квартиры выдавать товар, но это будет немножко странно для людей выглядеть. По цене здесь понятно. На купонаторы заходят все сэкономить. Следовательно, цена должна быть низкой, наценка должна быть не такой большой. Что говорить про целевую аудиторию, то люди, которые там покупают, тоже, естественно, не самые благоприятные. То есть с ними нужно будет общаться, нужно понимать, что у них будут тараканы в голове. Поэтому прежде чем взяться за купонаторы, нужно трижды подумать. Пятое. Таргетинговая реклама. Ну, почему я в самом конце этот рекламный инструмент назвал? Потому что таргетинговая реклама – это реклама, которая требует очень много временных вложений и требует очень много знаний. Конечно же, сейчас самое топовое, это не секрет, это реклама инстатаргете. Рекламу несложно настроить и так далее, но вы будете очень много на нее тратить время. Вы очень много будете думать о цене кликов, и вы очень много думаете будете о аудиториях, о пикселях, о том, о чем вам не нужно думать. Поэтому таргетинговая реклама – это реклама для тех людей, у которых есть опыт, у которых первые вот эти четыре, которых я назвал рекламных инструментов, уже систематизированы и идут продажи, а таргетинговая реклама как доп. – дополнительный источник продаж. На первом этапе я рекомендую полностью самому разобраться в каждом из инструментов рекламных. Конечно, вы можете все это делегировать, найти специалиста по Яндекс.Директу, найти специалиста по Гуглу – это не проблема. Но я считаю, что настоящий предприниматель, настоящий бизнесмен должен каждый шаг, каждый шаг своего бизнеса, каждую мелочь пройти через себя. Даже если вы идеально не разберетесь в каждом рекламном инструменте, вы хотя бы будете понимать на 70-80%, как это работает. И в дальнейшем, когда вы будете делегировать, то есть находить специалиста по этому рекламному инструменту, вам будет гораздо проще не облапошиться. То есть вы будете зарабатывать еще больше за счет этого. Запомните моему опыту, лениться нельзя, стоит все полностью перебирать в начальном этапе через свои руки и голову. По опыту своей работы хочу сказать, что самыми результативными для меня рекламными инструментами стали Instagram и Avito, ну и, конечно же, Юла. Почему? Я не знаю почему, но именно с этих каналов продаж у меня было больше всего розничных клиентов. Поэтому начните именно с этих трех рекламных инструментов. Новые клиенты в бизнесе – это, конечно, хорошо. Но не стоит забывать про постоянных клиентов. То есть про тех клиентов, которые у вас уже купили елку. То есть пришел к вам человек, купил елку, дайте ему скидку на следующую покупку. То есть, к примеру, можно сделать какие-то визиточки типа промокода. И далее будет работать сарафан на радио. То есть из 100 купивших человек, где-то 50% воспользуются этим промокодом. Это я вам говорю серьезно, особенно в декабре. Они будут давать этот промокод друзьям, родственникам и так далее. И далее эти же родственники приедут к вам в офис, в шоу-рум или попросят вас сделать доставку. И вы сделаете дополнительную продажу. И реклама в данном случае будет стоить 0 рублей. Делайте точно так же 300-500 рублей скидочку. Человеку это будет приятно. У него огромный коэффициент доверия, чтобы его скупить. Потому что купил его родственник, друг или так далее. Он увидел, что действительно это качественный товар. И он у вас купит без всяких вопросов. Воспользовавшись этим промокодом, показав его вам. Понадобится ли шоу-рум или же офис для продажи елочек? Я, конечно же, рекомендовал бы иметь хотя бы офис, а в лучшем случае шоу-рум или магазин. Это, во-первых, удобно. Вы можете хранить товар. Во-вторых, это доверие для клиента. То есть бывают такие клиенты, которые не доверяют. Даже несмотря на то, что вы не берете предоплату, а товар везете и деньги получаете после получения товара. Человеку все же нужно, некоторым людям нужно приехать и посмотреть качество товара. Пощупать, посмотреть длину иголки, какое напыление снега. В общем-то вопросов куча. Не верят, что шишки натуральные, думают, что пластмассовые. Если у вас есть офис, у вас 10% дополнительных клиентов вы сохраните. И тем самым стоимость офиса отобьете. Но если вы полный новичок и сомневаетесь, стоит ли вообще вам офис брать, дополнительно делать затраты, или у вас вообще нет денег на это, то, конечно же, всегда можно товар хранить в гараже, дома, на балконе. В данном случае в гараже, как было со мной, я хранил елки в гараже, получал заказы, грузил машину и сам развозил. Это было на первом этапе, в году в 2014, когда я только тестировал эту сферу и боялся что-либо делегировать. И правильно сделал, что на первом этапе все делал сам и сразу не взял офис. Поэтому смотрите здесь по обстоятельствам, как вам будет удобно и думайте, стоит ли вам брать офис в аренду или нет. Очень важный нюанс. До 70% елок, то есть большая их часть, продается начиная с 21 декабря. То есть, если вы, например, закупили 100 елок, у вас там за декабрь продалось только 30 и 70 штук лежит число после 20 декабря. И вы думаете, все капец, надо по срочнику и хоптом по дешевке сбагривать и все. Нет, 70%, то есть как раз вот этих 70 елок вы без проблем за это время продадите. То есть, если у вас было там, не знаю, в ноябре, в декабре в день в среднем там 4-5 елочек продавалось, то умножайте на 3, это как минимум, из 20 числа у вас будет продаваться там 10, 15, 20 елок в день. Это серьезно. Даже такие ситуации бывали, что человек звонит 31 декабря там в 11.30, говорит, блин, вы мне успеете елку привезти? И я уже стою как бы за праздничным столом, у меня уже все накрыто, да, там родственники все сидят. И я, естественно, отвечаю по телефону, нет, я уже отдыхаю. Поэтому люди готовы в последний момент купить елку. Даже бывает ситуация, когда человек, у него задержали рейс на самолете, он прилетел позже домой там в 2 ночи, и он с утра тебе звонит там в 10, говорит, привезите мне, пожалуйста, елку. И ты думаешь, ну капец. И он прям говорит, я был в командировке, не успел, но елка нужна, потому что впереди еще Рождество. Поэтому не переживайте, конечно, после 1 января продаж практически не будет, то есть там еще кто-то к Рождеству 1-2 елочки могут купить, но это все. А вот если у вас там к 28, 29, 30 останется 50 елок, и вы не умеете их продавать, тут, конечно, нужно просить его помощи. Но это уже другой момент. И в заключении я хочу сказать, что любой бизнес-план – это желание получить идеальный результат, идеально рассчитать и получить определенный доход. Но в реальных современностях, в реальности того рынка, который сейчас есть, нам часто, очень часто попадаются подводные камни. Это жизнь. И нужно уметь эти камни со своего пути убирать. И самое главное – это относиться к этому проще. И так вот, тот самый момент убирания камней со своего пути – это самый настоящий жизненный опыт. И опыт, тот, который вы получили, он бесценен, потому что в будущем, когда вы будете делать продажи в следующем году, без разницы, перед Новым годом или же после Нового года, так как вам понравится продавать елки, вы решите продавать там цветы, например, перед 8 марта, у вас будет уже опыт. И вот те камни, которые вы двигали до этого, да, они будут вам в дальнейшем попадаться, но вы их будете просто даже не замечать. Вы их будете раз, 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 раз. То есть вы не будете попадаться на те же самые ошибки. Поэтому, когда вы допускаете ошибки, относитесь к ним просто, относитесь к тому, что в будущем это вам принесет большой плюс, и все у вас будет классно. Бизнес – это прежде, в первую очередь, игра. Друзья, желаю вам удачи в бизнесе, удачи в начинаниях. Спасибо большое, что вы меня посмотрели, что смотрите на меня. Спасибо, что вы сейчас на меня подпишетесь, поставите лайки и напишите какой-нибудь хороший комментарий. Ну, а если вдруг я в чем-то неправ, или же, например, у вас другое мнение по поводу елочек, не ругайтесь матом, просто напишите свое мнение. Я всегда люблю читать, я даже поставлю лайк, если мне понравится ваше мнение. И отвечу на ваш комментарий, потому что мне интересно общаться с людьми, которые тоже имели опыт в бизнесе, или хотят себя попробовать на чего-то бояться. Еще раз всем спасибо, огромной удачи, пока-пока.